Продолжим грамматический разбор сура «Аль-Фатиха». Мы дошли до слов «Агайр-Иль-Магдуби Алейхим Валад-Дал-Лин» «Не тех, на кого опал гнев и не заблудчик». «Агайр» — это «бадль» — приложение, подменное имя или, скажем, замена. «Ин-Аль-Лизина Ау-Иль-Хайфи Хумил-Ула» Приложение или замена для слова «Аль-Лизина» в сират «Аль-Лизина» или для местомения «Ха» в «Ан-Амта Алейхим». И, как известно, каждое из этих двух слов с неизменяемым кончанием «Аль-Лизина» и местомения «Ха» на месте падежа «Джар» «Кулли вахидатин мин хатайна или калиматайна фимахалли «Джарин»» Первое — посредством «Удафа» — сират «Аль-Лизина», а второе — посредством предлога родительного падежа «Аля» «Факазалики якуна маджруран бадали кулли вахидатин минхума» Если каждое из этих слов на месте падежа «Джар», то падежа «Джар» будет и у того слова, которое может являться для них «Бадалем» то есть приложением подменным именем или заменой Итак, будет ли слово «Гойр» «Бадаль» для «Лизина» или местомения «Ха» Мы скажем, что у «Бадалюль-Маджрури» «Маджруру-Митфлю» «Бадаль» — приложение или замена поставлено в состояние «Джар» имени так же, как и оно будет в состоянии «Джар» в родительном падеже «Гойр» — признак падежа «Джар» в этом имени «Гойр» является «Аль-Каср-таз-Захирату аля Ахилихи» явная «Джар» на его конце «Гойр» — это «Мудаф» Слава «Гойр» является «Мудафом» первым членом из-за феттной связки из-за феттного сочетания «Аль-Мадзуби» — это «Мудафун-Илейх» второй член из-за феттной связки из-за феттного сочетания «Маджрурум-Бель-Мудафи» поставлен «Мудафом» в состояние «Джар» «Гойр» — признак падежа «Джар» в этом имени «Аль-Каср-таз-Захирату аля Ахилихи» явная «Касра» на его конце «Гойр» — это «Харфу Джар» предлог родительного падежа «Мабниву аля с сукуни» с неизменяемым окончанием сукуном на конце «Гойр» — это «Дамир-Муттасын» слитное местомение «Мабниву аля л-Касри» с неизменяемым окончанием с «Касры» на конце «Валь-Мимус-Саакинату сукуниру аль-Намим» на конце это «Аля-Мату-Джами-Аль-Музакри» признак множественного числа мужского рода «Валь-Джар-Валь-Маджрур» «Харфу Джар-Аля» и поставленный им на месте падежа «Джар» в местомении «Ха» «Фимахалли раф» на месте падежа «Раф» «На-Ибуль-Фаэль» заминает «Фаэль» действующее лицо «Лисмил-Мафуул-Ил-Малдуб» для имени для «Исма-Мафууля» «Причастие страдательного залога» то есть для имени поддейственного слова «Малдуб» для разъяснения приведем следующий пример если бы мы сказали например «Ой релизина аадыба Аллаху алейхим» на тех, на кого разгневался Аллах где имя Аллах это «Фаэль» действующее лицо а «Алейхим мута'альну кунби аадыба» состоит в смысловой связке с глаголом «Аадыба» если мы приведем данный глагол страдателем залоги мы приведем вышеупомянутый пример предложения без фаэля действующего лица то есть без слова «Аллах» таким образом здесь уже упоминается не тот, кто совершил действие а только тот на кого данное действие падает то есть мы скажем «Ой релизина аадыба Алейхим» поставив глагол страдательный залог и в этом случае «Аль-Джару аль-Маджрур» то есть «Алейхим» уже будет «На-Ибуль фаэля» замещением замены для фаэля этого глагола глагола «Аадыба» а как мы знаем «Сиотус муль мафуули» форма причастия страдательного залога или имени поддейственного образована от глагола страдательного залога «Аль-Фаэля л-Мабнию л-Мачхуль» и будет выполнять ту же роль что и его глагол от которого оно и образовано таким образом «Аль-Маудуб» здесь имеет «На-Ибуль фаэль» так же как и глагол «Удыба» «Аль-Мауджа» «Аль-Мауджа» Харфу Атфин – союз, мабню аль-Фатха с неизменяемым окончанием с Фатха на конце. Ла это харфу нафин – частица отрицания, зайдатун, или лучше сказать сылатун, добавивши на харф, а точнее служащий для усиления смысла, так как смысл отрицания понимается и так, и соединение посредством союзу Вау со словом Аль-Маудуби. Мабню аль-Сукуни с неизменяемым окончанием сукуном на конце. Аддаллина ма'туфан Аль-Маудуби – соединено с союзом Вау с предыдущим словом Аль-Маудуби. Вааль-Ма'туфа Аль-Ма-джарури Ма-джарурун Митслу. Имя, соединенное с поставленным состоянием Джарь именем, тоже будет состояние Джарь в родительном падеже. У Аль-Мауды Джарь и признак падежа Джарь в этом имени Аль-Яу Ниябатана Аль-Каср – это буква Я в качестве замены огласовки Касра. Почему? Лиэннаху Джамуу Музаккарин Салимун, так как это форма целого множественного числа мужского рода. Аль-Нуна Ай-Вадун Аль-Танууина Филисмин Муфради. Аль-Нун на конце – это замещение Танууина, имеющемуся на конце формы единственного числа Ла-Лин. На этом мы закончили грамматический разбор этой суры. Завершая этот урок, проведем грамматический разбор слова Амин, произношение которого является сунной после чтения Фатихи. Итак, Амин – это Исму фи'али Амрин. Это имя в значении глагола повеления, приказной формы глагола. То есть это имя со значением глагола. Мабниву Аль-Фатхи с неизменяемым окончанием. С Фатха на конце. Ла махалля лиху мина л-иараби не имеет места в падеже. Уфаилу Хи-Уфаил деисуяше лицо, это домирун мустотирун фи'и вуджубан, скрытое в нем в обязательной форме местоимения. Тақдиру Ха Анта, который выражен местомением Анта. Скажем ли мы про это предложение, Джумля Тунисмитун, как некоторые говорят, то есть именное предложение, так как Амин это Исм, имя. Или же скажем, Джумля Тунисмитун фи'алитун, глагольное предложение согласно другому мнению, так как это имя в значении глагола. Исмун бима'нал фи'али. И в конечном итоге, это у нас будет Джумля Тунисмитун афи'атун, возобновляемое или возобновленное новое предложение. Ла махалля лихаминал-иараби не имеет места в падеже. Уллаху а'лам.